Приветите, это Рафт. Мы находимся возле исследовательско-научной лаборатории, которую мы победили. В ней была огромная куча радиации. О, мотик мой! Нифига себе, как я в прошлый раз его сюда загнал. В общем, мы здесь закончили, и сегодня мы отправляемся на утопию. Кстати, у лаборатории теперь вместо зеленого свечения синее, благоприятное. Ну, здравствуй, мое корыто плавающее. Как же я рад вернуться. И снег пошел. Чудо какое-то. Кстати, помнишь, в прошлой серии я облысел, и у меня не было в игре довольно большое количество времени, и... Да, волоски у меня отросли. Но это не самое главное. Самое главное сейчас вбить координаты и посмотреть, сколько нам плыть туда, в утопию. 93, 36. Начну с конца. Значит, 36, здесь 6, 9, 3 и 36. Вот так вот. И плыть нам 2000 метров. Причем радар нам показывает, что плыть нам вперед. Но вперед мы не можем плыть, потому что там льдина. Огроменная льдина. Ну, ладненько, чего? Давай запускать двигатель и будем пробовать отплыть. Оплыть. И переплыть вот эту ледяную глыбу. Так, а у меня там, кстати, и подожди, у меня аж там этот стоит. Якорь Икоревский. Поднимаем. Надо его переделать на ультрасовременный. Чтоб с пульта поднимался, опускался. Полный вперед. Ну, а пока мы оплываем все это дело, предлагаю изучить нам электрическую плавильню. Улучшенный чиститель биотоплива. И улучшенный постоянный якорь. Короче, это какой-то абзац. Плыву я, плыву, плыву этому льду не от конца. Вроде бы вышли на финишную прямую. Значит, ледяная гладь нас еще сопровождает. Вот она еще идет по левому борту. Но мы уже плывем прямиком к цели. То есть, вот, 1600 осталось. Я, естественно, времени терял. Пока мы тут оплывали все это ледяное, я соорудил новомодный якорь. Который теперь у нас будет дистанционно. Ого, какое, ничиси. И он сюда, правда, не влазит. А вот так влазит. Тогда поставим. Ну, нифига себе. Тут еще и рубильничек есть, чтобы его... А погоди, управляйте с устройством управления двигателем. Умм, все дистанционно. То есть, даже подходить к нему не нужно. Ну, давай ради интереса попробуем. Кажется, опустился, да? Давай поднимем. Смотрим, он там поднимается. Ну, да, да, вот, все, он поднялся. Все работает чудесно. Заметил, короче, крутую фишку. Смотри, у меня бинокль в руках. И я хочу посмотреть в бинокль. Глядим. И глядим через бинокль свой затылок. Это как? А если его так сделать? Ага, о, о, ничего себе. Странно, что бинокля в руках у меня нет. Да, этот момент, конечно, разработчики не продумали. А нам уже на секундочку. Осталось всего 500 метров. И мы уже видим невооруженным глазом какие-то силуэты острова. Опять, походу, какой-то небоскреб. Ну, вроде бы как, это должен быть еще один городок. И оно похоже на него. О, прикольно. Мы, походу, прямо к пристани плывем, да? Это ж пристань. Действительно. А это что за сооружение? Маяк. Ничего себе. Вот это да. Вот это город. И без охраны. О, там чьи-то штаны и стоят. Даже два. Две штанины. Интересно, а что они там стоят? Ладно, перехожу на ручное управление, как говорится. Хватит автопилоту работать. Немножечко возьмем левее. И припаркуем нашу развалюху. Мне почему-то оказалось, что меня тут будут встречать с почестями. Типа, ура, к нам прибыл еще один выживший и все дела. Но тут никого нету. Походу, Улов тут всех поубивал. Напоминаю, что в последней записке про утопию мы прочитали, что вроде как Улов напал на этот городок. Вот сейчас нам придется и разобраться, есть тут кто живой или нет. Все. Якорь скидываем. Двигатель глушим. И пошли на разведку. Конечно же, мясо еще, правда, надо взять. Оп, оп. Ну все, сходим на берег, как настоящий пират. Я даже подобающую футболочку одел. Правда, не понимаю, почему вместо глаз у меня сердечки. Ну да пофиг. Пираты выходят на берег. Чтоб. Блин. Опа. Опа, все, я здесь. А это что, грядки, что ли? О, тут можно поработать лопатой. Так, ну давай что-нибудь попробуем тут откопать. Что тут у нас? О, жучки. О, что происходит? А что, это какие-то ядреные жуки, что ли, или что, или как? Подожди-ка. Ну-ка. Если я в жуков... Да, на этих жуков нельзя наступать. Они какие-то едкие, ядовитые. Ладно, я понял. Пойдем посмотрим, что вот это такое у нас. Удерживайте для плавного вращения. Оу. Ого-го. Это что, поливальная станция, что ли? И весь прикол, что их тут несколько. Вот еще одна. Пойду, короче, зайду в это бунгало, которое я думал, что это маяк. Посмотрим, что там внутри. Требуется три части шифра ДЭТа. Да елки-палки. О, записка, кстати. Возьмем. А тут что-то такое интересное нарисовано. Это, видимо, где расположены эти шифры. Здесь, здесь и здесь. Угу. Есть лопата, но она нам не нужна. У меня есть своя. Но я возьму все равно. Так, еще раз посмотрю карту. Значит, Майхаус. Типа мой дом. Вот, мы у него стоим. Здесь водяная помпа, которая воду качает. А здесь у нас водяной контейнер. Получается, что если я пойду сейчас вот так вот... Подожди. Так, направее. Вот тут какие-то ступеньки есть. Что это за ступеньки? Куда мне сойти-то, елки-палки? Не совсем понимаю карту эту долбанную. Давай-ка поднимемся наверх. На чей-то дом. И посмотрим сверху. По-любому все видно будет оттуда. Так, вот пушка есть. Требуется один гарпун и одна канистра углекислоты. Вон там, вон, крестик. Видимо, куда нам нужно стрельнуть. Этим гарпуном. Внизу я наблюдаю водяной контейнер. Так. Вон она, водяная помпа. Здесь ящик, кстати, есть с чем-то. Значит, получается, 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 что мне нужно... Вот ступеньки вот эти, которые я видел на карте. Блин, на улице потемнело. Давай-ка воспользуемся нашим фонариком. Чудо-фонаридзе. Вот, так-то лучше. Значит, бегу к этим ступенькам. Бегу, бегу, бегу. Тут вот даже лопата есть еще одна. И здесь вот что-то надо где-то откопать. Что ж, давай попробуем. Вначале выкопаем вот тут вот. Нет, это не то. Опасаемся жучков. Здесь. Да елки-палки, моталки. О! Нашел! Часть шифра ДЭТА. Есть один. Шикардос. Вроде бы как тут должен быть еще один фрагмент. Да, вот. И остался нам последний фрагмент, который находится вот здесь. Возле водяной помпы. Ну, пойдем. Вот она, водяная помпа. И где-то вот, 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 где-то здесь. Вот где-то вот здесь вот должен быть шифр. О! Нашел! Чудесно! У меня весь шифр есть. Теперь мы можем вскрыть вот эту дверь. И использовать три части шифра ДЭТА. Эй, явно. О, ракета! Нифига себе! Они пытались отсюда свалить, видимо, да? Что у нас тут есть? Куча вентилей. Чертежик. Что это? Рюкзак? Большой рюкзак. О, надо будет сделать обязательно. Монеточка. Тут вот есть ящик с припасами. А это что? О, гарпун! Отлично. Так, так, так. Тут, в принципе, больше вроде бы ничего интересного. Ну, ладно. Получается, гарпун мы раздобыли. Осталось найти кислоту. Пойдем попробуем порыскать в каких-нибудь домиках. Может, мы что-нибудь внутридельное найдем. Здесь не войти. Здесь тоже не войти. Ух ты! Я вижу там просто огромную кучу цепей. Ну, нифига себе. Что ж там они спрятали? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Там люди! Там кто-то болтает. Или просто телек на большую громкость врубили. Короче, нам нужен ключ от тюрьмы. Это тюрьма. Нашел вход вот в это огромное здание. Вот тут вот, смотри, есть. Ключ от входа. Две штуки требуются. Ёлки-палки. Сколько тут ключей-то нужно найти? Ого, смотри, какая электрокатушка здоровая. Ну, конечно же, это электрогенератор, скорее всего, который питает, который питает электропомпу. Тут есть еще один генератор. Тут, видимо, строительный магазин какой-то. Даже погрузочные всякие краны есть. О, ящик, который можно нести. Но для чего? О-ху-ху! Это гиена, 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 гиена. Откуда здесь гиена? Ты чего, елки? О, она меня тащит! Отпусти меня! Нифига себе, она меня затащит за ногу! Так, подожди, я хочу посмотреть эту анимацию. Возьми и кусни меня за ногу еще разок. Смотри, смотри, что творит? Гиена, которая меня тащит. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Все, ладно, пошли-пошли-пошли. Поиграли и хватит. Вот сюда, вот так вот запрыгиваем. Здесь я в безопасности. Обалдеть! Улов и гиен сюда притащил, с того острова, где они обитали. А я думал, он гиен скармливал крысам или еще что подобное. Э-э-э-э-э! Так, где мой лук? На тебе. Все, застряла, детка, да? Ну, а вот и потуси. Интересно, голову гиены я заберу, нет? О, голова гиены есть! Да что ж ты будешь делать? На тебе, попец! Промахнулся. Они еще так убегают и хикают, как будто это какая-то игра. Готово. Все, с гиенами разобрались вроде как. Так, еще разочек. Зачем нам эти ящики? Они нам нужны для того, чтобы куда-то вскарабкаться. Наверное, вот сюда, что ли? А, побудь тот. Ну, там по-любому дверь закрыта. Ящики можно складывать друг на друга. Ладно, давай посмотрим, куда же нас это приведет. Поставили ящик на ящик. О, кабель. Нашел кабель. У меня есть еще одна идейка. Я хочу забраться прямо на крышу этого здания, где я нашел кабель. Я вот тут уже подготовил один ящик. Опа. Давай, залази. Ты же можешь. Во, да. Мы на крыше. Здесь есть монетка и натянуть кабель. Но куда? Куда его тянуть? А, к генератору, что ли? А хватит ли длины? Хватит ли длины? Хватит. Так, мы натянули, но ничего не произошло. Угу. Ясно. Дверь закрыта с другой стороны. Что это? Это какая-то мини-тюрьма была? Лизагон чей-то? Хорошо. Сейчас мы ее попробуем открыть. Мы же можем на крышу залезть, правильно? Опа. И мы сюда сейчас спрыгнем. О, еще один кабель. Шикарно. Здесь дверь закрыта. А здесь мы открыли. Для того, чтобы сбираться на крышу. Так, у меня есть еще один кабель. Я могу сюда два кабеля подсоединить? Да, могу. И куда мне следующий подрубить? Туда, что ли? Или туда? Зиплайновские штучки всякие есть. Значит, мне нужно залезть теперь на крышу туда, потом туда. Что ж, попробуем это реализовать. Давай здесь вот на краю будем коробки складировать. Эх, тяжела жизнь грузчика. Так, значит, смотри, что мы сейчас сделаем. Мы сейчас коробки здесь еще тоже поставим. Это берем в ручки. Как это, кстати, со стороны выглядит? Ага. Каска у меня теперь к месту. Значит, смотри, что делаю. Запрыгиваю сюда. Прыжок. И ящик под себя. И все, мы взобрались. Прямо как в Майнкрафт. Блоки под себя. Главное не копать под себя. Значит, вот еще один кабель. Что мне теперь? Нужно как-то его протянуть туда, что ли? Или что? Или как? Или туда? Давай на зиплайне спустимся сюда. Спустились. Могу взобраться еще вон туда. Возьму для этого ящики на всякий пожарный. Вдруг пригодятся. Хоп. И вот этот вот. Хоп. Могу залезть вроде. Еще один кабель. О, да их тут целых два. Еще и монетку. Спасибо. Шикарно. У меня кабелей теперь, в принципе, довольно-таки много. Но для чего, это большой вопрос. Давай слазю вот сюда. Еще монетка. Значит, я и на правильном пути. Кто-то мне оставлял хлебные крошки в виде монеток. Значит, вот еще один генератор. Мне от него, видимо, нужен. Да, все, я понял. Значит, отсюда бежим к генератору. Надеюсь, мне хватит кабеля. Вот. Он, кстати, работает. О-о-о. Этот генератор рабочий. Отлично. А-а-а. Гиена. А ну, отпусти меня. Я тебя сейчас пасть порву. Ну вот. Я же говорил. Кстати, я совсем забыл про записочку, которую мы с тобой нашли. Давай попробуем ее почитать. Что-то написано. Журнал Утопии Дета. Сверхсекретно. У меня свой плод. Да еще с настоящими воздушными турбинами. Будь у меня больше мощности. Ух, какие бы я провел эксперименты. Но тут появился этот псих Улов. Он уже выгрузил клетки и теперь обещает всем помочь вместе со своей армией. Когда я видел его последний раз, Улов Вилкстром уничтожил караван. Я ему никогда не прощу. Надеюсь, Ханес с Рубеном меня послушают. Ему нельзя доверять. На всякий случай я решил усилить систему безопасности своего плота. Эта карта только для самых умных. Вроде меня. А, ну вот и по этой карте мы, короче, искали коды. Все ясно. Это в прошлом. Я, в принципе, уже догадываюсь, что тут сделал Улов. Он просто всех людей взял и загнал в тюрьму. При помощи своей дикой армии. Теперь мне нужно подключить что? Оттуда капель прокинуть сюда. Отсюда сюда и отсюда вон туда. Вроде как все логично. Берем кабель. И вопрос только, как мне теперь туда добраться. Вот это да. Как же, как же, как же. Есть другая мысля. Давай мы кабель пробросим в обратную сторону. Нет, то есть мы в правильную сторону пробросим. Просто наоборот. Достижение даже какое-то получил. Вот так прыгаем. Хоп-хоп. Вот и все. Готово. Еще раз зиплайнин. Теперь нам нужно протащить оттуда кабель сюда. Тащим. Странно, что меня, конечно, током не бьет. Кабель голыми руками тащу. Ужас какой. Упаль. Придет все по-новому. Да выпендривался то, что кабель руками голыми тащишь. Вот и грохнулся. Так. Подсоединили. Ток идет теперь туда. И осталось довести вон туда. Хватаем кабель. И побежали. Поднимаемся по лысинке. Так. Вот и все. И мы запустили этот генератор. Ток пойдет вон туда. Потом туда. И вроде бы как помпа должна качать воду. Ну-ка, смотрим. Да. Все есть. А для чего нам это нужно? Чтобы выгнать жуков с грядок. Скорее всего. Так. Ну давай, значит. Вот вода заходит. Тут все сложно. Короче, нам нужно, чтобы вода вытекала вот сюда. А чтобы она туда вытекала, нам нужно, короче, подключить... Так. Вот этот шланг идет сюда. Значит, вот. Здесь соединяется. И нам нужно, чтобы... Теперь... Блин, тут все сложно. Капец как. Так. Минуту. Минуту, минуту, минуту. Вот. Вода течет сюда, заходит. И мы тогда отсюда... Что она там? Попадает? Не попадает? Во! Во! Попадает! Все, вода пошла. Пошла. Идем дальше. К следующему кружку. Значит, настраиваем теперь здесь все. Значит, здесь вода заходит. Здесь она выходит. Все правильно. Остается вот эту точку подключить. Чтобы подключить, надо сделать вот так, да? Не подходит. Нужно, скорее всего, два... Вот, типа, что-то такого. Что-то, типа, такого. Здесь в бездну уходит. Не подходит. Типа, типа, вот так вот. Дальше. Вот. И что, сработало? Не сработало. Нам нужно что? Вот у нас подключен. Блин. Неправильно подключено. Хотя нет, тут все правильно. Оно вот так уходит. Конечно, нам нужно вот эту подключить вот с этим. Это, получается, вот так вот надо сделать. Во! Во-во-во! Получилось! Все, сработало, сработало, сработало. Вода идет, идет, идет. Идет дальше, к следующему колесу. Так, продолжаем наши головоломательные штучки. Ну, все. Эту штуку я тоже подключил. Идем сюда. Смотрим. Вроде как вода накачивается сюда. И она здесь... О! Канистра углекислоты. То, что нужно. Отлично. Теперь курапкаемся наверх и стреляем из нашей пушки. Заряжай. Готово. Оу! Если что-то, это не я был. Ладно, покатили, что? Что-что-что? Давай, зиплайн. Ю-ху! Крутотенечка! У меня такое лицо безэмоциональное, слушай. Как будто я не на зиплайне качусь, а на стуле сижу. Что у нас тут? Всякая дребедень, лобудень. О, ключик. От чего ключик? Ключ от входа. Заберем. Это что, цыпленок с кокосом? О, это надо взять. Вот это давай сожжем. А это заберем. Во. Так, лифт тут сломан. Понятно. Здесь заперто. Но тут получается... Ну... Мы просто сюда за ключиком заехали. Правильно? Теперь спускаемся. Туда не спуститься. Есть зиплайн. Окей. Погнали. Вот и я. Один ключик есть, еще один нужно найти. И где же он может быть спрятан? О, слушай. Как это я тут мимо прошел ключа и записки возле тюрьмы? Ну-ка, давай возьмем. И вот еще один ключ от входа. Все, как бы. Давай записку прочитаем. Блин, как ты так... От жителей утопии. Не доверяйте Улову Вилкстрому. Когда он появился, мы поверили его словам. Он использовал нас. А теперь всех бунтовщиков бросили в тюрьму. Иными словами, вообще всех. Если вы это читаете, знайте, Улов, скорее всего, на рынке наверху. Берегитесь его бешеных тварей. Пожалуйста, заберите у него универсальный ключ. Освободите нас. Освободите утопию. Хана, представительница утопии. О, вон оно что. Ну, как бы мы это уже поняли сами. Без всяких записок. Единственное, что мы не знали... О, монетка. Это то, что Улов все-таки здесь еще находится. Может, мы сейчас к нему поднимемся и наваляем ему. Ага. Двери тут все закрыты. Ладно, поехали наверх. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok